Здравствуйте, мои дорогие друзья! Задали вы мне вопросов, как Люда выращивает огурцы. Люда пришла и говорит, не хочу, не хочу показывать, не хочу рассказывать. Вот, ну я-то обещала, говорю, ну я-то обещала. Вот, сейчас она ходит, поливает, подкармливает. Ну вот, там у неё кабачки. Вот они были плохие, сейчас они, смотрю, поднялись так хорошо. Подкармливаем помидоры. Помидоры подкармливает, поливает всё. Я не собиралась заниматься работой, но... Но... Меня подкормка просто переставила, поэтому... Вот её огурцы, видите, вот такая вот маленькая грядочка. Сейчас будем собирать. Вот, она уже собрала, мешочек закатала, баночку. Двухлитровую баночку я уже закатала. Двухлитровую уже закатала? Да. Ещё осталось, ещё внуку отдала. Пять огурцов. Так что признавайся, откуда у тебя уже выросли огурцы? Я так думаю, что здесь у меня затишье. Вот. Я так думаю, что нужно выбирать правильные семена. Вот, спрашивают тоже, что какие семена ты покупала? Один единственный и много лет уже, и больше не занимаюсь ерундой. И какие? Семь звёзд. Ой, пять звёзд. Я такие не слыхала даже. Пять звёзд. А ваши эти все новомодные, которые и там, и там, и там, я уже не помню, артист, ещё что-то там покупают. Всё ерунда. Вот, слышали? Пять звёзд покупайте. Всё ерунда. На каждом этом самом... Иди сюда. Ну. Пусть раз уже хотят, пусть смотрят. Вот. Цветочек и огурчик. На каждом этом междоузле по огурцу. И их полно завязей. Вот. Они не опыляемые. Они сами это самое, то есть, не самоопыляемые. Вот. Ясненько. Видите? Высаживались рассадой. То есть, рассаду я... Она на балконе держала рассаду. Я беру ранние всегда, а не ранние. Рассаду я не помню, если честно, не записывала, когда я рассаду сажала. Но высаживала я рассаду уже, уже как-то в мае прошли вот эти вот... Я не помню, какого числа это было. Наверное, числа 15 мая, что ли. Но рассада была уже где-то пять, пять-шесть листов. Вот и всё. На два дня мы закрыли их, пока они прирастались. Вот. Ну и всё. Ну, я их подкармливаю. У меня подкормка своя. Я подкармливаю хлеб, остатки хлеба. Беру, сбрасываю там в ёмкость какую-то. И потом немножко ещё дрожжей. Они там стоят дня два-три, вот так вот. И таким раствором я их подкармливаю. Ещё луковый шелухой. Вот, видите как? Вот так. Вот видите как? Вот все мои секреты. А я смотрю, она приносит бутылочки какие-то. Всё тут химичит, ходит. Я думала, купит в магазине какую-нибудь, разведёт. Оказывается, она сама делает. Нет. Всё у нас делается. Само. Я смотрю, что они начинают на мою перголу лезть. Да. Вы же тянутся, как кабачки тянутся. Так, вот, начинаем собирать. О, видите какие огуречки. А я думаю, что это мешок тут валяется? А это ты его повалила. Я подумала просто, думаю, сейчас пойдём на два дня на работу, они перерастут. Поэтому, думаю, а им тяжело их же здесь. А ты хочешь маленькие закатать? Много. Ну, я не люблю крупные огурцы. Ну да, я тоже не люблю. Я вот такие огурцы. Когда Вася сажал, так у нас бывало, как вырастет какой-нибудь конь. Эти я даже не буду, наверное, закатывать. Тут сколько-то соберу. Дети же поедут на отдых, поэтому... С собой в дорогу? В дорогу пару огурчиков туда-сюда. Ну и самим покушать. Всё, видите, вон там помидоры вдоль. О, ещё. Ещё вдоль всего забора. Во-первых, тут затишье. Тут, видите, со всех трёх сторон солнышко. Ветра совершенно нету. А дожди у нас идут. Поэтому хорошо, когда Люда на работе, и мне поливать не надо. Ещё бы, а я тебя не заставляю поливать. Не, ну я знаешь как. Ну вот когда было сухо, и ты была на работе, я поливала, потому что думаю, ну вот сижу-сижу, думаю, как неохота. А потом, ну надо же их полить. Ну как это так? Они же засохнут. Столько у тебя труда тут. Вот здесь затишно, и поэтому она вон возле забора посадила помидоры вдоль всего. А тут у меня две картошки, которые уже второй год выходят. Это ещё Вася сажал. Ещё сажал Вася, а я тогда, он не выкопал, так она и сидит. Потом пропадает на осень, потом опять вырастает новая. А там кабачки, а там ежевика у меня. Вот. Так что сейчас Люда целый мешок насобирает. Ну вот, вы хотели знать, как их выращивать? Вот так вот. Вот так вот. Это очень хорошие семена. Они, между прочим, они, между прочим, даже на балконе у меня росли. Вот как это узнать, вот допустим, вот. Ну, кто это может узнать, вот, пойти и купить? Вон я этот шпинат посадила, что там две штуки с пакета выросло, и всё. Ну, методом проб и ошибок. Всё это самое. Тоже пробовала одни и другие. А потом остановилась. Думаю, зачем заниматься ерундой, если это самое, если плодит этот сорт. О, сколько огурчиков. Я не удивляюсь. Я просто говорю, что ой, сколько огурчиков. Я не завидую, мне нечего завидовать. Я пошла купила на рынке, да и всё. Да ради бога, я сейчас тебе тоже оставлю. Не надо, у меня есть Люда. Слеженьких. Не-не-не-не, не надо мне огурцы. У меня вон это самое. Я купила полкилограмма огурцов, полкило помидор на рынке. Зачем я их? А, это пихаешь просто, с удовольствием. Да знаешь, я с удовольствием, вот пока начинались они. А сейчас я уже как-то так спокойно немножко салатика сделаю и всё. Это первое время, когда вот огурцы появились, их очень хотелось. Помидор очень хотелось. А сейчас уже отъелся, и уже это как в порядке вещей. Уже как-то даже и не очень. Сегодня голубцы делала ленивые, ждала, что Вася приедет. Он говорил, что приедет. А у меня, знаешь, нашинкованная капуста была. Осталась с этого, на салат я её делала. Вот, а это, последний лук этот свой оторвало. На базаре ещё нету, слушай, я не видела лука белого. Если они были бы в форнике, то вот этот вот сорт, он может у вас в форнике плодить почти до самых морозов. Но его нужно подвязывать, за ним нужно как бы ухаживать. Ну, а здесь это вот так, вот на скорую руку. Короче, я вообще говорю, что сорт очень замечательный. Ну, вот так вот. Потому что, ну, просто покажи поближе, что он из себя представляет. Вот, зелёненький, пупырчатый. И он такой вкусный. Я уже ела с этой грядки очень-очень вкусный сладкий огурец. Вон, видите, сколько собрала. И позавчера столько же собрала. Сколько килограмм где-то я собрала. Да. И шмяк пришёл проверить. И шмяк пришёл проверить. Ой, бутуз ты такой. Облизал эту самую баночку от фарша. Облизал баночку от фарша. Собрали, и не всё. Собираешь-собираешь, а потом не пропускаешь. Ну. О, ещё. Смотри, ещё, ещё сейчас. Шмяк, ты чего туда полез? Под кусты. Чего ты туда полез? Синёчек полез. Вот, и привалятся здесь, да? Скажи, ты присела, и я с тобой. Ого. О, ещё два огурца. Ну, вот. А сейчас пройдёшься, ещё найдёшь. Пускай растёт. Через два дня ещё придёшь. Надо помидоры будет подвязывать немножко, но это... Ну, да, они, он, уже и цветут. После работы. То есть, да, уже, это там пятницу, наверное. А я-то, знаешь, что сегодня думаю... Ну, вот Люда прошлый раз приехала, пришла загорать. Солнца не было. А сегодня такое солнце. А сегодня у меня дома работы. А сегодня такое солнышко, только загорай. А сегодня у меня работы дома было полно. Мне же привезут зверя необыкновенного. А, ну да. Поэтому мы там уже убирали все вазоны, всё это самое. Она такая прыгучая вообще. Так что... Так что бедные мои цветы будут ютиться на одном балконе теперь, пока дети не приедут. Бенгалочка наша. У тебя там ещё лук есть. Я так свой весь съела. Я так весь съела лук. Остальное... Остальное то, что эти... С пупышками с этими было, я его порезала. Ну, порезала в пакет и в морозилку. Ну, он жёсткий такой, это самое. Не важно, так ты ж его... Ну, не ешь на его в суд куда-нибудь. Он резала, Люда. Он аж стрелял. Зимой пригодится. Ну, да. Сейчас, конечно, нет, а зимой... У тебя ещё столько лука, а я весь слопала. И сегодня я была на рынке. И уж подсаживала. Я не видела, чтобы это самое... Чтоб лук кто-то продавал, этот синий. Так бы я... Так всё, он уже растёт, начал расти, а не его это самое... Вот, а я думала, это Вася говорил мне, давай я тебе вскопаю грядку. Вот надо бы. Вот. А я вообще отказалась. Думаю, не охота мне уже. Вроде бы я тоже... Если охота, вот иди рви, боже мой. Нет, я уже... Людусь, я уже отъелась, правда. Я уже отъелась. Чё-то я на меня напала в этом году. Лук ела. Хотелось тебе. Но. Да суши свой организм, всё правильно. Вот. Поэтому я как-то уже и подумала, что... Ай, не буду я сажать его больше. Пускай растут эти луковички. Пусть луковички растут. О, как душно, как жарко. Жарко, ага. Шмячок. Ты в помидорки улегся, да? А, Шмячок? Ты улегся... Ой, то есть в огуречки, в тенечек. Эй, мальчишка. А, мой мальчишка. Мордочка под листиком, один глаз только торчит. Шмячок. А, Шмячок. По забору вьюн тоже ползёт. И вон, видно, с той стороны рвали, что ли. Или это ты обрывала вьюны? Кого я? Я? Я в прошлом году тоже вообще очищала этот самый забор. А то, думаю, ещё повалится, не дай бог. Я просто по этому твою брала и... А, ясно. И срезала, чтобы не тянили помидоры. Ну, вообще правильно. Я там тоже, с той стороны тоже оттянула, оторвала большую. Они ж с ними не справятся. Они ж тянутся и тянутся. И цветочек откуда-то вылез. И цветочек беленький вылез. Даже не помню, чтобы я их сажала. То тут колокольчик, то там, то синенький. Шмячик, ты всю коробку облизал? А, Шмячик? Карауль огурцы, да. Карауль. Вот так смотришь, вроде огурцов нету, не видно. Ты полила? Чернеет моя смородина. Люд, иди, это самое, иди поклюй малины. Поклевать немножко тебе хватит. Собрать навряд ли соберёшь. В этом году что-то мало, этой самой малины совсем. Я вчера посмотрела в окно, смотрю, малина. Думаю, пойду-ка я это самое немножко поклюю. Ну и собрала маленькую эту, такую маленькую ведёрко. Арише позвонила, говорю, зайди, завозьми мальчишкам. А она говорит, не. Говорит, бабушка тут клубники носила много. Они отъелись, не хотят. Вот. Ну и всё. Вот, так что. Не надо мне, не надо мне ничего. Ничего мне не надо. Игурцы... Люда, ну что я буду делать? Я говорю, что я купила огурцов. Мы ушли оттуда, и шмяк следом. Ему скучно целый день. Да? Когда я на улице не хожу, так это ему скучно. Вон тогда дождь идёт, он тогда сидит себе в кресле, в беседке. Всё. И домой не хочет идти. А если я на улице, значит, я присела на коленке, и он рядом со мной сядет. Вот, видите? А стильба у меня теперь тут. Она красненькая, по-моему, будет эта. Место пустое. Розу выкопали. Лаванда отжила. Не вся, конечно, но всё-таки. Место здесь теперь свободное. Тюльпанов нет. Вон там в вазоне... В вазоне это самое... Бархатцы надо пересаживать уже. А здесь то, что я сеяла, что-то я прямо их совсем не вижу. Пару штук только, и всё. И тут а стильба тоже. Вон, тоже красная. И впереди белая. Так что заняли места. Заняли свободные места. Сейчас Людуся выйдет, пошлю её в малину. Пришли в малину. Я вчера собирала тоже. Вечером маленькое ведёрко собрала. И не съела. Хотела отдать детям. Ариша отказалась. Вот. Поэтому, да, не хотят, не хотят, не надо. В прошлом году так она с удовольствием собирала. Очень много было малины в прошлом году. Вот. А вчера я здесь впереди всё собрала. А тут вон она покраснела за ночь. Смотри, какая вепка вон. Угу. Ну вот залазь туда. Там, видишь, вот это дерево было какое-то левое выросло. А, здесь... Ну, тогда, когда мы шашлыки делали, он спилил её. Ясень прилетел сюда и вырос. Вот. Ой. Здесь малину собирают. Ну, она мало сладкая. Ну, вот да. Совсем мало сладкая. Потому что... Холодно было. Дожди были. Особо... Особо засыплажара не было. Поэтому... Ну, я по краешку тут. Я по краешку. Не мою? Ну... Вот. Её дождик помыл. Дождик грязи. Чем более она... Не в лесу. А здесь, в своём огороде, свою грязь едим. Едим свою грязь. Больше грязи шире морда. Вот эти вот кусты, которые здесь у меня на дорожке выросли. Их надо... Их надо срубить. Я в прошлом году их срывала, убирала, а они опять... О, куда протянулись корни. Ужас. Ужасть. Мальву всю здесь по этому самому выдрала. Ну, в этом году хоть мальва есть... Её нужно... Возле... Кого? Вот эти крупные нужно будет осенью вырезать. А вот эти, которые молодые, оставлять. И будет она у тебя тогда крупная? Я вчера, когда там лазила везде, я... Я думала, Вася тут порядок наведёт. О, так они не ломаются ещё, понимаешь? Они не высохли. Я вчера пыталась, когда там лазила, я пыталась вот эти... Вижу, что молодые побеги есть, что старые я поломаю. Но они не ломаются. Ну, это не ломаются. Вот. Они не ломаются, они торчат. Кое-где. Некоторые отломала. О, вот, допустим. Поотломала некоторые, а в основном не хотят. Вроде сухие торчат, а ломаться не ломаются. О, вот они, вот он. Он согнулся. Отламываться не хочет. Поэтому они такие и не очень крупные. Вообще, у малины вот этот тот... Ой, это да. Это ж мне прислали почтой с Бреста, из-под Бреста, без берёзы. Маленький. Вас ещё сделала там под низом, это сейчас не видно. А там сделаны такие квадратики с шифера, для того, чтобы она не разрасталась. А она что хотела, то и делала. Вот. Сначала первый год было в этих квадратиках, а потом пошла и пошла. И почти до забора. Скоро до забора будет. А потом он говорит, пускай она растёт. Всё равно здесь ничего не растёт. Вот. Пусть будет, пускай растёт малина. И правда, вон, малины много. Много. Малина будет. Я же говорю, что вчера я собрала, и только там осталась возле забора немножко. Ну, думаю, посмотрела, думаю, не полезу туда. Ты придёшь, поклюёшь. Я видела, как она цвела, посмотри, какие грозди. Ты что? Ну. Ну, видишь, к сегодняшнему дню и... Ой, вон там какая большая малинка. Смотри, руку протяни только. Вот это будет вкусное. Вот это будет сладкое. Но. Но. Ну да. Вот когда вот она вот... А такая уже не чуть красненькая. Ну, а вот тёмненькая, это да, она вкусненькая? Малиновая. Угу. Ой. Ой. Что, за ноги цепляется? А то тут и ляжешь в твоём малине. Да, осторожно. Осторожно, потому что там она так... Нет, что прядочками её сделать. Чё ты уже вылезла? Спасибо. Во. Наклевалась. Ну, где ты наклевалась? Это что? Где ты наклевалась? Я же говорю, надо было взять... А, что ты не клюёшь? Посмотри. У меня дома стоит. Я же вчера, я думала, что я отдам... Светки вкуснее. Я отдам детям. Вот. Они отказались. Они отказались. Ну, что я говорила, возьми ведёрко и собери. Завтра она ещё будет. А эта возьмёт... Последняя, что ли? Ореха говорит, мне теперь в этом году не придётся, говорит, собирать. Потому что малой уже становится на ножки. Представляешь, пять месяцев он уже не ползёт, а он уже поднимает попу, становится на ноги. В шесть месяцев у меня сын стоял уже в кроватке, на ножках. Слабенько, но всё равно стоял. Сегодня делали эту самую прививку ему опять. Мне проходить? Яблок много. Только б не отломалось, а то отломалось тогда половина дерева. А вот когда ветер, так вообще страшно, как оно шутается. Ветки такие длиннючие. Но яблоки не очень вкусные. Яблоки не очень вкусные. Это не то, что было раньше. Штрифель, боже, как же он... Ой, как-то вылезти отсюда. Как отсюда вылезти, ёлки-палки. Из-под этих веток. Я говорю, что раньше в деревне Антоновка, Штрифель и Белый Налив. Да, да. И ещё Крабковка. И Крабковка, да. Крабковка ещё. Кофе пойдём пить? Не-не-не. Всё домой. Потому что завтра на работу. А мне ещё это самое... Шмяка вон куда перелез. Синёчек. Я ещё дома сегодня не поела, даже если честно. Идём, я тебя покормлю. Кап-кап, не. У меня есть тоже капусту натушила. Держи ключи. Ага. Я уже забыла, что я замкнула дом. Дома пошла. Ну. Как быстро роза цвела. Да, моментально. Она какая-то такая. Она и не выросла. Она давнишняя, но она вон совсем у меня. Ну вот. И не росла ничего. Это самый спасённый растёт. Ну да. Спасённый, но спасённый. Если бы все не выбросили, вот может и все были бы... Нет, ну обновили грядки. Всё-таки, ты знаешь, мне приятнее на них смотреть. Вот остельбу нашли. То, что в траве там спряталось. Вот. Вот там, возле забора, там тоже где-то остельба растёт. Вон этот пионы в этом году цвести не будут. Вон уже можно тебе пересаживать. Да, да. Я посмотрела, что надо вот сюда вот их пересадить. Сюда уже. Тюльпаны я все пообрезала. Свободное место. Везде тут надо те пересадить. А там что-то совсем не видно, что я сеяла. О, как эти разрастаются хорошо кустикам. Смотри, которые сжали. Эти красавцы уже. Эти уже красавцы. Вот такие точно я и покупала. Вот. То, что я там насеяла, вот эти жёлтые. Они разные, перемешались. И вот такого вот они всякого этого... У меня даже в этом году на балконе, в большом вазоне, остались три этих самых... Три паркаса. И они все разных расцветок. Жёлтая, бордовая и такая рябенькая какая-то. И так здорово! Такой вот разрастный вкус такой большой. Вот видишь, а я то, что собирала в прошлом году семена, что купленные, и ни один не взошел. Всё свои, всё свои. Ничего не взошло. Вот цветут и собирают... Так эти, да. Эти, да. Эти можно будет собирать. А те, что на базаре покупала, ни один бархат с ним не взошел. А вот. Хорошенький. Хорошенький, красавчик. И розовый. Вот-вот расцветёт. И роза расцветёт. И этих... А вон тля. А вон тля. Вот гад. Я уже ходила, смотрела, смотрю, нету тли. Не раздеваюсь. А тут вон на маленьком этом самом бутончике. Пойду опрыскиваю. Я свои эти самые. У меня тоже где-то энтовир есть. Надо это самое... Опрыскивалась. Надо развести. А то сажрут цветочек. Всего хорошего. Всем до свидания. До свидания. Пока-пока. Так, теперь ты два дня работаешь? Да. У кого? На мужском? Уже за это ували. Ой, ясно. Два дня ували, потом в пятницу, наверное, я не работаю. А потом суббота, воскресенье. Вторник и среда. Ну, значит, в пятницу, наверное, ты придёшь. Ну, наверное, да. Ну, ладненько, пока. Ну, всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Не надо меня промазать.